Острогорск 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 привез. Да как? Как же ты додумался? Мать мечется по хате, что-то ищет, нашла. В руках у нее дубец. Подошла, держит его перед собой, как шпагу. Раздевайся! Трясет недерпеливо. Я скинул телогрейку. Мать больно стеганула, ожгла дубцом по спине через плечо. Гибкий, изогнулся, прилив. Сжиганул сквозь тонкую рубаху, так и пристал к телу. Мать пошла хаживать меня вдоль и поперек, по плечам, по спине, по рукам старается Стахановка. Повесть откровенно тронула слушателей. Ее автору, Виктору Чекирову, задали вопросы и просто попросили рассказать о создании данного художественного текста. Этот отрывок настолько впечатлил меня. Мне хотелось вас спросить, а кто был прообразом вот этих детей, матери? А что касается вот этого факта, его не было. Был мой протест. Был мой протест против героя социалистического труда, лауреат, по-моему, ленинской преды, Михаил Алексеевич. Вот в Дрочунах я прочитал, что вот пацаны, которых я придумал, и себя там поставил, я думаю, как бы я. Вот они привезли, они рубили, они топили, и меня поразило, что там не было реакции автора, что этого делать нельзя. Разумеется, звучали на встрече и стихи, как маститых авторов, так и совсем молодых. И подмастерье я давно, а на душе темно и ржаво, и даже хуже, чем дремно, и в коммерсантах бывший цензор в учетный лист вносить не стал, что в текстах он царил, как цезарь, и сходу рукопись черкал. О, наше время, что за нравы, аудитории страны пусты для бренности и славы, и на поэтов нет облавы. Кому поступки их нужны? Ни озорства и ни задора, ни воспитательных бесед в партийных строгих коридорах с угрозой выложить билет. Народ давно стихов не бросит, и не до них ему сейчас нет веры в Болтинскую осень. Нет смысла в ссылках на Кавказ. Баль не звучен, коль не свистом. Ему, как волку, за флажки хотя бы раз ступить на выстрел, чтоб цену знать своей строки. От этих вечных стен вчера немых, но завтра говорящих и будет шмель гудеть по надрекой и бабочки взлетать над разнотравьем, и мама у плетня смахнет рукой, отправит в путь благословенной рамью. За окоем своей судьбы хотя бы раз взглянуть в развороченный бурь и быт из пушек всех пальнуть, чтобы проталенный небес стелился путь земной, чтобы несла благую весть, та, что зовут судьбой, что без румя и без белин предстали предо мной, чтоб свет на жизнь мою пролить, та, что зовут судьбой. Руководитель отдела культуры районной администрации Валерий Гацков выразил надежду, что встречи с писателями на Острогожской земле станут традицией, как это уже случилось с визитами иногородних художников.